здравствуйте мои дорогие подписчики и не только тема моего сегодняшнего видео как ни странно тоже праздничная и поговорим мы о таком празднике как вербное воскресенье я вкратце расскажу самое важное об этом дне вербное воскресенье воскресенье на шестой неделе великого поста последнее воскресенье перед пасхой в этот день церковь отмечает двунадесятный господний праздник вход господин в иерусалим с 9 века православная церковь вела обычай освящать вербное воскресенье пальмовые ветки лавр и цветы суббота предшествующая вербному воскресенью также считается праздничной она называется лазаревой так как по церковному преданию в этот день христос воскресил лазаря на нее приходится основные приготовления празднованию вербного воскресенья каждый год вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до пасхи или в шестое воскресенье великого поста в 2020 году дата празднования преподает на 12 апреля у праздника есть несколько названий вход господень в иерусалим вербное воскресенье неделя вай от греческого вая пальма в наших широтах пальмы приживаются плохо поэтому у нас пальмовое воскресенье и стало вербным на этот праздник верующие приходят с ветками как правило ивовых растений вербы или и вы в церковь где освящают их в народе верба освященная в этот праздник считалась священной и наделялась магическими свойствами после освящения вербными веточками принято не больно хлистать друзей и родню чтобы изгнать из них все дурное и добавить телу здоровья часто при этом приговаривают верба верба вербочка золотая вербочка а я вербой похлещу и скажу присловие верба дай здоровья с этой же целью едят вербные почки во дворе с вербными почками купают детей им поят скотину окропляют дома из того что нельзя делать на вербное воскресенье так это заниматься тяжелым трудом ссориться материться и иным образом провоцировать негатив напиваться а также есть мясо яйца молочные продукты ведь еще продолжается великий пост не забудьте посмотреть на нашем канале бесконечность идей видео про пасху в 2020 году надеюсь вам было интересно пишите в комментариях свое мнение ставьте лайки а также подписывайтесь на наш канал бесконечность идей с праздником вас добра здоровья и благополучия вашему дому до новых встреч на канале бесконечность идей